Время-то идет, конечно. Сейчас в бизнесе очень много всего изменилось. Во-первых, открылись рамки, ворота, стена, очень много информации зарубежной, назовем так, поп-индустрии. Да? Огромное количество караоке, огромное, в которых очень много людей хорошо поет, отлично поет. Приди сейчас в караоке, что мы там услышим? Мы услышим, что там человек пять будет Григориев Лепсов, ну, много будет Пугачевых, хорошо поющих, пару Аллегровых будет, Ваенга будет, Полюбе, Михайловы будут. То есть, это люди, которые круто поют. Если еще накатят, так вообще нереально поют. Я думаю, и получше этих артистов. Поэтому требования от исполнителей, от артистов, от певцов и певиц уже другие. Раньше люди не могли отличить, а под фонограмму этот концерт или нет, люди не разбирались. Как они могли разбираться? Они там дома, у них там гармошка там, у кого-то и то, есть ли там на всю деревню два баяниста, да? Люди не разбирались, им все было хорошо. А теперь люди не то, что разбираются, они круто поют, они все знают. Поэтому уже там поющим трусам, имитирующим сексуальное пение, уже не выжить. Заказчики поменялись. Поющие трусы, поющие под фонограмму, не катят. Тем более на фоне таких ярких исполнителей, таких ярких артистов. Они просто не катят. Девочки, женские коллективы востребованы. Но, обратите внимание, какого качества теперь у нас, например, группа Виагра. Это три поющие, реально поющие, хорошо поющие девушки. То есть вторую группу Виагра сложно. А что думаете, так много вокалистов можно набрать в группу? Ведь они же должны быть с хорошей фигурой, кроме голоса. Они должны двигаться, они должны быть свободными, они должны подписать контракт на сколько-то лет. А что вы думаете, так все сейчас, если с хорошей голосом, значит с хорошей фигурой? Нет, это надо найти такую. Хорошо поет, надо, чтобы лицо было более-менее, не стремное. Ну, много составляющих надо, а найти очень сложно. И, конечно, шоу-бизнес изменился. Я думаю, что где-то даже и в лучшую сторону. Там все профессии поменялись. Шоу-бизнес помолодел. Очень много молодых исполнителей. Если раньше нужно было очень много лет работать и заслужить, чтобы попасть на русское радио, теперь на русское радио попасть в принципе или на другое радио не так сложно. Имея бюджет, более-менее какую-то внешность и пару хитов. Тебе, может быть, 20 лет даже еще не исполнится. Но ты можешь ротироваться на любой радиостанции. Если есть составляющие, твой внешний вид, возможности. Ну, пару хитов достаточно. Там остальные могут быть перепевки, там концерт можно заполнить. То есть технологии сейчас можно сделать, назовем так сказать, звезду из даже среднестатистического артиста. Главное, чтобы что-то как-то вот теплилось и было какое-то желание. Бюджет сейчас рулит. Он будет рулить долго. Ну, нам в каком-то смысле повезло, потому что есть с хорошим бюджетом артисты. И они и выглядят хорошо. И имея возможность, имея бюджет, достаточно творческий, с хорошим музыкальным продуктом. Вот нам повезло. У нас такие есть. И если кого-то давит жаба, например, да, то, например, меня нет. Почему? Потому что, ну, вот представьте, в каждом городе, даже в самом Дрещинске, есть не один Сергей Зверев. А почему? Потому что интересный, яркий, талантливый, креативный, с харизмой. Вот кто бы ни выступал, круто, крутой концерт появился Зверев, это меняет дело. Оживление в зале, истерика. Понимаете, да? А кто за мной стоит? Никто не стоит. А бюджет есть? Нет бюджета. А кто проплачивает? Никто не проплачивает. Живьем, живьем. Интересно? Интересно. Вот кому не интересно? А че ж вы все идете на мой концерт? Ну не ходите, если вам не интересно. Нет, идут. Заранее занимают. Очередь стоят, покупают, идут. Еще 500 человек у входа будет стоять. Выживают либо с бюджетом, либо очень талантливые люди. Человек сенсация. Да. Зачет. Средненькие. Ну, сезон-два спадают. Может быть, даже и к лучшему. Кризис, кризис. Для шоу-бизнеса полезный кризис. Потому что вся шелупонь никчемная. Неинтересная. По блату, по знакомству. Это потому, что там за ними эти. Эти потому, что там за ними. Они рассыпались. Бездарные, бесталанные. Они как-то сейчас так в никуда. А талант, хотя бы есть возможность, надежда, что поднимется. Потому что как-то все равно, если сравнивать талант и бюджет, все равно побеждает талант. Народ не обманешь. Народ видит, любит. Как-то чем там больше убирают, задвигают, тем народ больше принимает. Спасибо. 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 Спасибо.